Добрый день, дорогие друзья! Небольшой обзор. На этот раз мы будем рассматривать светодиодную лампу от фирмы REV. Это модель REV A60 на 10 Вт. Данная лампа вышла из строя, и мне бы хотелось рассказать, как я её починил и как она устроена. Хотелось бы отметить, что в последнее время светодиодные лампы заметно снизили свою стоимость. Так, данная лампа в розничной сети стоит около 80 рублей. И многие люди в целях экономии переходят как раз на светодиодные лампы. Давайте приступим к разборке данной лампы. Начнём мы с того, что снимем рассеиватель. Снимается он просто, он ничем не зафиксирован, не приклеен. Выполнен он из пластика. Внутри мы видим электронную схему. Состоящую из 16 светодиодов. Выпрямительного моста. Выполненного в одном корпусе. Электролитического конденсатора на 4,7 мкФ 400 В. Предназначенного для сглаживания пульсации выпрямленного тока. И стабилизатор напряжения. Который выполнен в виде микросхемы CL1570ESK. Также есть два резистора. И на этом всё. Если мы подденем данную электронную схему, можно увидеть, что с обратной стороны расположен металлический лист, который служит радиатором для отвода теплоты от светодиодов. Что в целом очень хорошо, потому что... Вот видите, загорелось. Странно. Наверное, конденсатор ещё не разрядился. Что в целом хорошо, так как более дешёвые аналоги не имеют радиатора. То есть, несмотря на свою дешевизну, данная лампа имеет радиатор. И это хорошо. Теперь хотелось бы рассказать, почему она сломалась. Сломалась она потому, что отпаялся от монтажной платы один из светодиодов. Именно вот этот D17. После его закрепления на монтажной плате лампа вновь стала работать. Теперь мне бы хотелось отметить несколько особенностей данной лампы. Это скорее недостатки. Во-первых, после выключения данная лампа гаснет не сразу. Продиктовано это тем, что данный электролитический конденсатор разряжается, и светодиоды продолжают гореть. Что мы, в принципе, можем наблюдать уже сейчас. Видите? Лампа ни к чему не подключена. Следующий недостаток заключается в том, что если ваш выключатель имеет индикатор включения, будь то светодиод, встроенный в выключатель, либо неоновая лампа, такая лампа будет издавать поразительное освещение. Наверняка какие-то наводки попадают на светодиоды, и они продолжают гореть. Давайте я вам покажу, как данная лампа работает на практике. Итак, мы вставили лампу в патрон, и видим, что несмотря на то, что напряжение в данный момент не подаётся, она начинает светить. И это как раз тот недостаток, о котором я говорил. Бывает, что такое освещение может оказаться не кстати. Давайте теперь подадим напряжение на лампу и посмотрим на её работу. Видно, что горят все 16 светодиодов, горят достаточно ярко. И в этом плане работы лампы я доволен. Теперь обратите внимание, как ведёт себя лампа после выключения подачи питания на неё. Видно, что погасла она плавно и продолжает светиться после выключения. Подводя итоги, хотелось бы сказать, что учитывая свою стоимость, такую лампу покупать допустимо. Но вместе с тем надо понимать, какие у неё есть недостатки. И, в принципе, за ту же стоимость, 80 рублей, можно приобрести лампу, лишённую данных недостатков. Даже той же самой фирмы REV. Не говоря уже про другие бренды. На этом всё. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и пока!